Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира от Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня 14 августа, начало Успенского поста, и Церковь в этот день прославляет и чтит честный и животворящий крест Господень в честь события, праздника, который мы называем происхождение, исхождение или изнесение честного креста Господня. Событие этого праздника уходит в далекую древность, когда в Константинополе совершался особый чин изнесения креста. Именно в это время, в августе, когда по причине жары болезни стрелялись, всевозможные инфекции, вирусы. И Церковь всегда обращалась к Богу с горячей молитвой за своих чад, но и в укрепление верующих износился из храма Софии для почитания, для лобызания честный крест Господень, древо, которое было освящено кровью Христовой. И из византийского богослужения это вошло в русский церковный календарь. И также в этот день мы прославляем Христа и чтим его честный и животворящий крест. Совершаются в храмах водосвятия, совершается чудо притворения воды обычной в воду святую через погружение древа креста Господня. И этим летом так получилось, что какое-то время назад возникла идея подняться в гору под названием Эльбрус, одна из мечт. И когда я поделился с друзьями, они говорят, ну-ка, что так просто подниматься? Ты возьми крест и водрузи его на вершине горы. И 9 июля, в день Тихинской иконы Престры Богородицы, удалось совершить восхождение и прям вкрутить на вершине крест небольшого размера, благословив с высшей точки России нашу страну и помолившись Богу. И в ночь накануне восхождения еще так не спалось, но по разным причинам, потому что на высоте там немножко другие физические процессы, но и в первую очередь, конечно, за то переживание. И вот думал, ну хорошо, на 5,642 метра ближе к небу поднимешься. А что ты скажешь Богу вообще? Зачем? Для чего? Что ты хочешь? Зачем тебе это надо? Лежал, размышлял, ну и, конечно, как-то готовил какое-то вот к Богу слово, обращение. В первую очередь, конечно, благодарность за жизнь, за возможность служить, служить церкви, служить в чине священника. Благодарность тем людям, которых Господь в жизни дал встретить, которые повлияли на жизнь, родителям, друзьям, духовнику, наставникам. Конечно, хотелось поблагодарить всех своих сотрудников и помолиться за них, и попросить помощи Божией за все те какие-то задачи, трудности, которые превратим проблемы в задачи и будем потихонечку решать в дальнейшей жизни. Но, конечно, важно для детей, потому что, ну, какие-то вещи приходится делать первому, нужно протарять какую-то тропу, и если в жизни появляется цель, то не нужно ее бояться, нужно к ней идти. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Слова Владимира Семеновича, который, конечно, очень сильно повлиял на любовь к горам, ну и вообще к походам, к природе, к преодолению. Потому что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Конечно, это было непростое восхождение, и с точки зрения физической, и с точки зрения как-то морально-волевых качеств, была собрана, ну, большая группа, и среди восходителей были женщины 60 лет. И всегда дивился, ну ладно, там молодежь, ладно, но вот когда в таком возрасте и видишь усердие, целеустремленность и, в конце концов, победу, победу над собой, победу над вершиной, конечно, такие люди вызывают восхищение. И хочется, конечно, в дальнейшем поддерживать и отношения, и обмениваться каким-то опытом. Но главная цель, она была достигнута. Крест был поднят, был установлен. Ну, не знаю там по погодным условиям, как, сколько он сохранится на вершине, но, как в одной песне говорится, а зачем идешь в вершину? Чтобы взять. Ну, а что, когда возьмешь? Хочу раздать. Раздать своим близким, родным, потому что этот опыт преодоления, победы над собой и достижения цели, такой, казалось бы, ну, очень непростой, труднодостижимый, важный опыт, которым хочется делиться. Ну, и, конечно, я надеюсь, что те просьбы к Богу, они будут услышаны и исполнены. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok